да и сегодняшний урок наш сегодняшний наш урок он ли браха были от слаха так вот благословляют для благословения и успехов есть у нас тимур тимур один из самых главных спонсоров партнеров друзей воикра инициатор всей нашей деятельности новой тимур что у него сегодня день рождения чтобы было ему браха в этом новом году ему его семье чтобы было у него множество ресурса вот начинается сейчас новый год мы приближаемся в эту субботу будет рожа шана и самое главное это намерение вот запомните самое главное это намерение чтобы было сильное намерение в следующем году сделать много хороших добрых дел для всевышнего для мира для себя для других людей и когда у вас четкое намерение что вы хотите быть проводником добра для всевышнего то он вам даст ресурсы здоровья благополучия деньги все вам даст для того чтобы для того чтобы вы могли быть проводником добра если человек не хочет быть проводником добра то как всевышний может ему помочь только неприятностями только неприятностями когда мусар тогда начинается да когда у него неприятности он тогда как тревога так до бога и получается что не надо ждать и нужно ближе всем вокруг нужно прям распространять эту идею что смотри делай добро у тебя все будет хорошо это самое главное что такое добро вот тут возникает вопрос и тут конечно мы должны обратиться к торе для того чтобы понять что такое добро как его делать что хочет от нас всевышний потому что только бог может устанавливать что такое абсолютное добро если люди будут устанавливать что такое абсолютное добро так как они будут воевать и каждая сторона будет думать я делаю добро и вторая сторона будет думать я делаю добро это не это не добро добро это то что бог сказал делать добро это добро все чтобы понять что бог хочет надо изучать тору что мы и делаем все сегодняшний урок это чтобы было браховать слаха тимуру индичу и всей его семье и так 14 глава притчи царя соломона нам сообщает секрет всех успехов и не успехов тоже значит возьмите пожалуйста ручки и запишите свои выводы говорит царь соломон фразу которая многим известно в разных интерпретациях хохмот нашим мудрость женщин построила дом ее мудрости женщин построила дом ее в эйвэйлэд эйвэйлэд это наоборот не мудрость грешность стептицизм цинизм и так далее это все одним словом можно сказать эйвэйлэд на иврите бэйадэ это арсена та женщина которая вот такая вот она грешница стептица и циник и и так далее ну и глупая естественно тоже переводят это же слово потому что вся грешить янк только если он глупый умный человек он не может грешить и даже если чек бывает он умный а потом он в какой-то момент грешит значит говорит нам то вам в этот момент в него зашел до в глупости и начать бы не решил то есть кто мог бы ну логично променять вечную жизнь добро хорошую жизнь хорошее счастье все променять на какой то грех только дурак и в момент когда человек грешит он Конечно же, его так и можно назвать Теперь еще раз вернемся к отрывку Мудрость женщин строит дом ее А глупая своими руками разрушает его Значит, как мы знаем в Торе Именно в притчах царя Самона Когда он говорит про женщин Есть прямое значение Женщина это женщина И есть притча, метафора иносказательное значение Это интеллект человека Интеллект человека тоже называется женщина То есть как женщина для мужчины Это самый близкий человек, который на него влияет В любом случае, когда муж женится Мужчина-женщина в отношениях В близких, как муж, жена или живут вместе Они невероятно влияют друг на друга Просто они прям зацеплены, их мозги соединены Точно так же человек А кто такой человек? Человек это стержень, это душа, его сущность А интеллект это не человек Интеллект это набор знаний, который обеспечивает человеку существование в этом мире Так интеллект это метафора тоже на женщину Понятно? Очень важно это понять Теперь если у тебя умная жена Или у тебя хороший интеллект, который заряжен правильными всеми правилами У тебя правильные принципы У тебя есть много знаний Как, где опасные места, от чего предостерегаться Где правильные места, что делать У тебя есть знания о правильном питании, о правильном движении О правильном профессиональном росте, о правильном обучении То есть у тебя есть классный интеллект Такой, как хороший компьютер Где все по полочкам То это строит дом его Человек, обладающий таким интеллектом Он имеет все шансы прожить Хорошую, правильную, долгую, счастливую жизнь Теперь, но если и велодь, если у него интеллект Стептик, циник, просто глупый Живет по неправильным принципам Умный, но неправильный ему дали правила поведения То тогда он разрушает жизнь человека Вот есть человек хороший, добрый Но у него такие правила поведения Что он из-за этих правил поведения Жлобских и неправильных Он со всеми рушит отношения А он хороший человек, он добрый, у него сердце хорошее Он мог бы прям реально быть счастливым Вообще, но у него то Как он для себя когда-то выучил Как надо относиться к людям Как надо разговаривать Как надо У него ничего не идет Другой человек, он недобрый Но его так воспитали Так его надрессировали в детстве Что он очень хорошо умеет с людьми общаться Он умеет с каждым установить контакт Но он внутри недобрый Он хочет приносить людям зло Тоже у него облом будет в жизни Обязательно где-то его зло пролезет А где-то не пролезет Где-то он сделал зло и пролезло А где-то ему пошла такая дача Что мама не горюет И что тогда получается Тоже жизнь развалена Теперь, а как должно быть Добрый внутри И правильные правила поведения снаружи Вместе, когда это сочетается Жизнь идеальна И если твои правила Это те правила, которые ты получил от Всевышнего И ты их делаешь потому Что ты их получил от Всевышнего И ты знаешь То есть ты своим знанием знаешь Что ты строишь свой дом Как в Экклезиасте Сказал царь Самон Что когда человек выходит Из этого мира Он идет в его мир Который он себе построил В духовной сфере И вот когда человек Который всю жизнь Учил Тору Соблюдал заповеди Он понимал Что он душа Что Ну и так далее Да То он строит себе Оламо Он себе и этот мир строит В котором он здесь И он строит себе Этот мир Куда он идет Хохмот нашим Мудрость женщин Построила дом ее То есть Вот эта вот мудрость Она строит дом А глупая и грешная Она своими руками рушит его В Торе же все Это же тысячи лет Тысячи лет Самые такие вот Великие умы Которые знали всю Тору Они выбирали Как объяснить этот отрывок Значит в Талмуде Этот отрывок объясняется Через историю Кораха И Он бен Пелет Значит Был момент Когда Когда народ Израиля Вышел из Египта Десять раз они гневали Всевышнего Выступали против Бога Всевышний прощал Потом они отказались Зайти в землю Израиля Потому что поверили Клевете на землю Израиля Лошон Рай Это злоязычие Вернулись разведчики Сказали злоязычие И они все плакали всю ночь Всевышний сказал Все Раз вы не верите мне Раз вы не верите Что все будет хорошо Раз вам недостаточно Доказательств Что я для вас сделал Хорошего И вы все равно Продолжаете быть Стептиками Циниками И трусами Да В моменты стресса Вы значит Тогда возвращайтесь В пустыню И 40 лет тренинг Чтобы новое поколение Которое в пустыне Будет каждому Даст Бог день Даст Бог пищу Чтобы новое поколение Оно уже Наконец-то Осознало И поняло Что нечего бояться Ничего не надо бояться Кроме Всевышнего И значит Так Сейчас надеюсь Восстановится у нас Интернет Восстановится интернет Если он через 10 секунд Не восстановится То тогда Придется идти Так Уже Фейсбук Восстановился Но сейчас мы ждем Пока подключится И Ютуб И компьютер К мобильному интернету Чтобы мы могли продолжить Все Все восстановились И сейчас урок Продолжается На мобильном интернете Значит Продолжается урок На мобильном интернете Надеюсь Что Все сейчас заработает Заработает Так Все Заработало Да Все заработало Теперь Если сейчас заработает Еще и Ютуб То будет отлично Все Все заработало Да Все заработало Отлично Итак Значит Возвращаемся Объясняется Этот же отрывок В прямом смысле Этого отрывка Что Мудра женщина Построила дом Ее И грешница Своими руками Разрушила Объясняется В Талмуде Этот отрывок Через Жену Кораха И жену Онбенпелета Был момент Когда Корах Поднял восстание Против Маши Рабейну И Талмуд Рассказывает Предысторию Этого восстания Когда жена Кораха Она его Постоянно Под Как сказать Подначивала Ну что Вот почему Маши тебя Он обошел Во всем И он тебя И она его Постоянно Как сказать Настраивала Против Маше И он В итоге Выступил Против Маше Рабейну Потому что Мужчина Он во многом Идет за За женщиной Так Всевышний Сделал С самого начала Когда первый человек Он пошел За женщиной Бог сделал Бог сделал ему Помощника Против него Удостоился Помощник Не удостоился Против него То есть Жена Для мужа Это его Вторая половина Через Которую Мужчина Получает Желание Получает Направление Получает Силу Получает Очень много То что Он получает От женщины Система управления Можно сказать Да Мужчиной А дальше Мужчина Понятно На нем Ответственность За все его действия Никто с него Не снимает Ответственность И первый человек Который хотел Снять ответственность И он Богу сказал Это не я согрешил Это жена Которую ты мне дал Бог ему сказал Стоп Стоп У тебя Своя ответственность Мог слушать Мог не слушать Но попытка Переложить ответственность Была Но тем не менее Значит Жена Короха Говорит нам Талмуд Она была причиной Того что он восстал На Машеробейну Жена Онбенпелет Он был один из четырех Главных заговорщиков В самом начале Но жена его Она его остановила Она ему сказала Не лезь Не участвуй в этих всех Революциях Не надо Тебе какая разница Зачем ты туда лезешь То есть она конкретно Его остановила Причем остановила Хитростью По умному Она Ну там целая Рассказанная история Как она Его В общем-то Перехитрила Своего мужа И всех перехитрила И он остался Единственный жив Из этой всей Банды Заговорщиков Поэтому Что жена Мудрая Строит свой дом А глупо разрушает Что интеллект Правильный Строит жизнь человека А глупо разрушает Мы отсюда Поняли Как эта штука работает Второй отрывок Идет по прямой линии По золотой середине Тот, кто боится Бога И тот, кто Искривляет пути его Тот, кто презирает его Значит, как работает это Презирает его Из два объяснения Первое объяснение Тот, кто презирает Бога Тот, естественно Будет идти по кривым путям Потому что он тогда на кого полагается На себя Или на кого-то Значит, а если полагаться на себя и на кого-то Вы попробуйте спросить у людей Мнение по любому вопросу Вы услышите сразу там Десять разных мнений Значит, на что полагаться Хаос Попробуйте на себя положиться Почти по любому вопросу У человека есть разные Туда, сюда То хочу, не хочу Не знаю Правильно, неправильно Тоже хаос Поэтому тот, кто идет По прямой линии Хочет идти по золотой середине Он боится Бога А если он боится Бога Он говорит Чего я буду выдумывать Все равно никто не знает Как правильно И я не знаю Как правильно Зачем я буду блуждать Влекомый сердцем Своими глазами Зачем я буду блуждать Влекомый Какими-то мнениями Непонятных людей Которые вообще Непонятно Как ко мне относятся Есть Бог Который сообщил Как жить В Торе Машерабену 3335 лет назад Получена Тора Проверено Проверено Система работает Как часы В любых условиях В любых ситуациях Еврести народ Который идет по Торе Он выживает Те, кто отходят от Торы Они исчезают Все Нет вариантов И мы видим Что тот, кто держится за Тору Это как дерево жизни Для тех, кто за нее держится И тот, кто ее поддерживает Он всегда счастлив Даже если убрать Вы можете сказать А кто знает про вечную жизнь Никто не знает Так если мы не знаем Но есть шанс Мы не знаем ни в плюс Ни в минус Человеку говорят Смотри Вот 10 стаканов воды Значит В 1 стакан ты выпьешь Умрешь яд А 9 стаканов Не умрешь Хочешь Он скажет Что дурати что ли Зачем мне пить Зачем мне даже 1 шанс Из 10 Нормальный человек скажет Если я могу Вот тут умереть А тут я Ну Мне даже не надо такое Я лучше пойду Сейчас километр Ему скажут Слушай Следующая вода В 10 километрах Или попей сейчас Вот 9 стаканов воды 1 яда Ну не знаешь какой яд Или пройди 10 километров Если человек будет пить эту воду Он явно больной Потому что нормальный человек Он пойдет 10 километров Для того Чтобы убрать Даже малейший шанс Погибнуть От этой ядовитой воды От яда Теперь если у человека Есть малейший шанс Уйти в вечность И жить вечную жизнь Зачем ему Если он умный От этого шанса отказываться Непонятно Но только Тут опять же У нас есть ответ В этой формуле Что идет по прямой линии Тот кто боится Бога Страх перед Богом Трепет перед Богом Это то что соединяет Человека с Богом И когда ты соединен с Богом Через вот этот страх Страх, трепет Это не обязательно страх Что я боюсь Что-то для меня опасное Для жизни Нет Это больше трепет Это как человек смотрит Например Он стоит на На самой высокой площадке Небоскреба И он смотрит вниз Вот так У него стеклянный пол И у него У него просто вот это ощущение Или он в космос улетел Или он видит вселенную Или он видит водопад А то Бог Творец мироздания И вот когда ты просто задумываешься О творце мироздания О том что он в тебе Находится в виде души И что ты вообще с ним связан И что тебя единственное Что от него отделяет Это твой способ мышления В котором ты можешь Ставить любые ограждения А можешь почувствовать это И увидеть Да Расширить свое сознание И тогда Если человек почувствовал Всевышнего Тогда он идет По золотой середине Он идет по прямой дороге Какая прямая дорога Тора Бог сказал Что такое добро Что такое зло Что делать Что не делать Теперь В Нелос драхавы Скривляет пути его Тот кто позорит Бога Но есть одно объяснение Тот кто позорит Тех кто верит в Бога Есть такие люди Которые Не просто они Глупые Они еще и пытаются Позорить тех Которые умные Которые верят в Бога Теперь Само по себе Их поведение Кого-то позорить Это уже само по себе Вызывает на них Отдачу То есть Такие люди Они Ну те кто вообще Других позорят У них много очень Жизненеприятностей То есть все же возвращается Но тот кто позорит Тех кто верит в Бога У того еще больше Неприятностей А тот кто позорит Бога Тот вообще конечно Лузер полный Вот это то что нам Объяснил царь Соломон Во втором отрывке Что Тот кто боится Трепещет перед Богом Он идет по прямой линии Выбирает везде Золотую середину Он ищет В Торе Ответы на вопросы Как правильно А тот кто позорит Бога Тот петляет И прям он петляет Третий отрывок Третий отрывок Третья формула Она такая Бефи Эвиль Хотер Гава Во рту Вот этого Грешника Этот отрывок Нам дает Как бы Модель Как мыслят Грешники Что им мешает Поверить в Бога Значит Бефи Эвиль Во рту Грешника У него бич Гавы Потому что он не помнит Откуда он знает Если бы он помнил источники Откуда он знает Он бы не был бы так уверенный В своих предположениях И в своих определениях Что такое Тора Бог Религиозные люди И так далее Весивтех Хахамим Уста Мудрецов Кишмарем Они их Очень сохраняют Мудрецы Они больше молчат Почему мудрецы Больше молчат Я видел такое Очень красивое Объяснение Значит Если мы возьмем Трех Например Журналистов Или просто Трех человек И скажем им Вот Вчера вы были Втроем На Каком-то мероприятии Опишите Пожалуйста Мероприятие Только честно Вот как там было И дадим им Возможность Сессии написать Полстранички Текста Каждый опишет Мероприятие На котором они Втроем были Сидели рядом За одним столом И потом мы возьмем Их описание Что мы увидим Мы увидим Что они описывали Абсолютно разное мероприятие Они опишут Его У них были разные чувства Разные вещи На которые они обратили внимание Они сделали разные виды Выводы Одному понравилось Другому не понравилось Они сравнивали с разными С какими-то ожиданиями У всех были разные ожидания То есть мы видим Что Человек Никто Вообще не может Претендовать На Абсолютную истину Теперь Гав Гордый человек Да Высокомерный Он считает Что он обладает Истиной Мудрецы Они знают Что они ничего не знают Они знают Что они видят Маленький-маленький Какой-то ракурс Истины И Они видят Его Тоже как бы То как они его видят То как они его описывают Оно тоже меняется Изо дня в день Из настроения На настроение То есть получается Что Мудрецы Они молчат А вот эти вот Высокомерные Высокомерные Люди Они Они говорят Как будто бы Бьют Бичом Да Это так он объясняет Способы мышления Высокомерных И Есть люди Действительно Которые Которые Настолько Уверены В своей глупости Что Что просто Удивляешься Как так можно Хорошо Четвертый отрывак Бен Алафим Авузбар Когда нету быков Ясли Это место Где быки Живут Да Они пустые Чистые И много Урожая От силы быка Значит Во времена Царя Соломона Бык Это был Символ Силы Символ Такой Прямо Ну Он На нем Пахали На нем Возили На нем Значит Его И потом Его еще И съедали Этого быка Значит Бык Это было Символ Символ Материального Мира Вот этот вот Золотой телец Это символ Материального Мира Этот бык Который на Улл-стрит Это символ Вот этого Золотого телца Который символ Материального Мира То есть Это такой Прям материальный мир. Теперь говорит нам царь Соломон такую большую мудрость. Он говорит, смотри, если нет у тебя силы, физической силы, денег у тебя нет, у тебя нету, ну, нет ничего, то, что можно определить как вот такая материальная, мощная материальность. У тебя ясли чисты, то есть ты, в принципе, мало шансов, что ты согрешишь. Ты будешь такой, я помню, я в Ешиву когда пришел и спросил Равина, почему в футбол не играем, почему мы там не качаемся здесь, не это самое. Он мне этот отрыв прочитал, говорит, потому что если, он говорит, если есть бытие, если много силы, то, конечно, можно намного больше сделать достижений. Но, говорит, чем больше у тебя силы, тем больше у тебя соблазнов. Чем больше у тебя денег, тем больше соблазнов. Тем больше у тебя энергии, тем больше соблазнов. То есть, и поэтому, например, во всех практических религиях, ну, в таких известных, да, там, христианство, например, буддизм, у них священники, они отрешаются от этого мира, у них нет денег, они берут обед безденежья, там, они берут, значит, там, кушают только, ну, чуть-чуть, да, то есть они как бы стараются убрать вот эту вот силу, которая, которая их, и остаться в таком состоянии, когда ты как монах, да, ты сидишь в пещере, ты сидишь там где-то в теле, то есть ты не живешь в мире, и тебе, в принципе, в этом случае легче остаться чистым, но много, много урожая, урожай имеется в виду не только урожай земляной, а вообще, то есть ты можешь, человек, который в бизнесе, он выполняет заповеди, он честный, он, он при этом убегает три раза в день молится, учит Тору, это намного сложнее, чем человек, который сидит целый день в Ешиве, учит Тору, то есть, но вероятность того, что когда ты ушел в бизнес, ты уже пропустишь эти три молитвы, она намного больше, чем когда-то в Ешиве, когда ты не можешь их пропустить в принципе, понятно, да, то есть это то, что царь Само нам сказал, такую формулу, что когда нет у тебя силы, так у тебя есть чистота, ты можешь прийти и сказать, вот он я, смотри Всевышний, ничего у меня нет, ничего, никого не украл, нигде не согрешил, ничего, а если у тебя много силы, тогда тебе уже сложнее, понятно, да? И последний, пятый отрывок на сегодня, это отдельная формула, каждый отрывок отдельная формула, пятый отрывок он такой, значит, Значит, в Торе запрещено два вида лжи, то есть, есть ложь быть лжесвидетелем в суде, это прямо написано на десяти заповедях на скрижалях, не будь лжесвидетелем в суде, И это такой запрет серьезный, как бы основа, что ты, мало этого, отсюда мы можем тоже учить законы кармы, да, то, что все возвращается, что если лжесвидетель в суде, например, он свидетельствует на кого-то, обманное свидетельство, за которое тому положена смертная казнь, и потом выясняется во время суда, что он лжесвидетель, и это он все обманул, то его казнят, то есть, то, что он хотел, задумал для другого, чтобы его казнили того, идет на него, это прямо четкое доказательство, как мера за меру, то есть, есть прямо такой закон, что лжесвидетель, который свидетельствует на другого, чтобы того казнили, если выясняется, что он лжесвидетель, то казнят его. Теперь это первый вид лжи запрещенной в Торе. Второй вид лжи запрещенной в Торе написано Медвар Шекар Тирхак. Отдались от лжи. Значит, любому человеку стоит отдалиться от лжи. И как я уже сказал на примере три честных человека, описывающих одну и ту же историю, это когда-то Хафицхайм тоже проводил исследование, он сказал, что описать точно, в деталях, какое-то событие не может никто. То есть любой человек, описывая событие, которое с ним произошло вчера, позавчера и так далее, он не может утверждать, что вот так оно было. Потому что проверено учеными, исследователями, можете сами провести личное исследование. Когда вы рассказываете о том, что было, то вы с каждым разом, вы рассказываете чуть-чуть по-другому, вы меняете слова, меняете ракурс. И то, что вы рассказываете даже в первый раз, стараясь изо всех сил быть объективным, честным и точным, оно не будет описывать точно то событие, о котором вы рассказываете. Что из этого следует? Что есть, значит, шекер, обман. Есть казав. Казав это не обман. Казав это пустое обещание, да, которое приводит к разочарованию. То человек говорит, я, я, как есть известная история, как один дедушка, внуку, он, ну, говорит, дедушка, привези конфеты. Он говорит, мой внук будет есть только шоколад. Все, привезу шоколад. И он ему все время обещал этот шоколад, в итоге он ему шоколад так и не привез, но тот ему говорит, ну дай хоть карамельку. Он говорит, нет, я не могу, мой внук должен есть только шоколад. То есть, когда-то одному премьер-министра или вообще всех политиков спрашивает, а как вы обещаете вообще людям, да? Вот вы когда обещаете людям, что у них будет все хорошо, а потом у них все не так хорошо, как вы обещаете. Каким образом вы обещаете людям, что все будет хорошо? Так политик говорит, обещать это не значит обещать выполнить. Обещать я могу, а выполнить это другое совсем. Теперь, здесь нам царь Соломон дает формулу, что есть свидетель, которому можно верить, он не давал лживых обещаний. То есть, по способу коммуникации человека можно предсказать его поведение в суде тоже. То есть, получается, что тот, кто держит свое слово, тот, кто не дает обещаний, да, таких, которых невыполнимых, то он и в суде, он не разочарует. Теперь, ну тот, кто все время говорит мне какие-то невыполнимые вещи, он в итоге, можно сказать, что он будет свидетель, шетер, что он их в суде обманет. То есть, вот эти вот два типа просто общения и свидетельства в суде, они между собой связаны. Теперь, как нас Тора учит конкретно говорить? Вот тут очень важная вещь. Я недавно попал в ситуацию, я вам сейчас хочу рассказать, и на этом мы сегодня заканчиваем урок. Значит, я сказал человеку, что возможно, я очень стараюсь использовать вот эти слова, религиозные люди используют эти слова. Возможно, с Божьей помощью, имрциашем, если Бог захочет, блинэдер, без обета. То есть, чтобы не попасть в ситуацию, когда ты обещал и не выполнил, то изначально закладывают опцию, что я за результат не гарантирую. Я приду около 11 и так далее. То есть, закладывают опцию, чтобы второй человек понял, что это не точно. Но у меня была ситуация, когда я сказал опционально, возможно, у меня будет работа для вас. Мы встретимся после 30-го числа, когда я вернусь. То есть, я заложил вот прям, чтобы не было точно. Но человек, он воспринял это как обещание дать работу, как обещание встретиться, если после 30-го, так 31-го. Хотя, ну, после 30-го, это значит, когда будет время после 30-го. И очень сильно на меня обиделся. И начал меня в этой ситуации оскорблять, обвинять в нечестности и так далее. То есть, получается, какая ситуация? Я понял, что человек, есть люди, которые конфликтные и которые, с ними невозможно, они бескомпромиссные. То есть, если он уверен, что его обманули, он устроит детей скандал. Есть человек, который спрашивает, когда мы сможем встретиться, когда вам будет удобно. Который думает, с таким человеком, конечно, хочется больше встретиться, чем с тем, кто конфликтный на тебя наезжает. Вот это вот очень важная такая вещь. Изначально в разговоре обдумывать, как сказал Мошер Абейну, да? Да? Что Бог около полуночи придет, чтобы вывести евреев из Едипта. И Талмуд говорит, а почему он сказал около полуночи? Он же знал, что полуночь. И отвечает, Мошер Абейну знал, когда полночь абсолютно точно. Но он знал, что ни египтяне, ни евреи не знают, когда точно полночь. Поэтому он сказал около полуночи, чтобы они, люди, не ошиблись. И не сказали, что он обманщик. Понятно, да? И поэтому Талмуд говорит, Тельмат Лешанха, приучи свой язык. Говорить Эни-Юде, я не знаю. То есть говори в таком формате, чтобы никто не подумал, что ты обманываешь. Все, дорогие друзья, всем удачи, успехов. Чтобы было благословение во всех хороших делах. Чтобы вот вся деятельность Ваикра, если вы друзья Ваикра, партнеры Ваикра, спонсоры Ваикра, мы все вместе делаем мир лучше. Поэтому я вам желаю прекрасного года. У вас есть множество заслуг уже. И самое главное намерение, что в будущем году вы намеревались сделать мир лучше вокруг себя, нести свет, добро. И чтобы Всевышний вам дал для этого все ресурсы. Здоровье, деньги, хорошие отношения с людьми, семья, дети. Чтобы все было идеально. Девушки отдыхают. Субтитры Drysdale